Пятилетняя Роза к людям в белых халатах уже привыкла, поэтому легко проходит еще одну процедуру. Рыжая Текса стала первым пациентом, которого осматривают на новом рентгенаппарате. У животного сломана нога, ей поставили несколько штифтов. Ранение домашний питомец получила год назад. По словам хозяйки Марии Никулиной, Розу сбил мотоциклист. Она у нас спасла ребенка. Гуляли с ребенком, переходить дорогу. Ребенок побежал на дорогу, Роза это увидела. Побежала, остановилась перед ребенком, ребенок встал, а Розу сбила мотоциклом. Кости животного срослись, смещений нет. Такие данные врачи получили после пяти минут осмотра. Раньше при работе с пленочным аппаратом на это ушло бы несколько часов. Новую технику ветеринарной лечебницы установили совсем недавно. Этот аппарат очень хороший для оценки как костная патология. Это и переломы, и образование костных структур. Также и патология мягких тканей, как, например, патология кишечной системы. Теперь ветеринары предоставляют еще одну услугу – кремацию домашних питомцев. Для транспортировки кошек и собак закупили специальный транспорт. Это так называемый животный катафалк. Питомцы будут забирать из дома, кремировать за чертой города, после чего останки животного, по желанию владельца, будут возвращать в специальных урнах. Это для большого животного урна, так будет выглядеть. Это для маленького. Есть общая кремация, есть индивидуальная кремация. То есть общая заключается в привозе там животных. Мы набираем до веса, который крематор может сжечь. У нас крематор на 200 килограмм. И сжигаем. А индивидуально это будет забираться, как я вам показал, и сжигаться отдельно. Раньше домашних питомцев хоронили в специальных скотомогильниках. Но иногда погребения были и стихийными. А это нарушение санитарных норм. Теперь, по словам ветеринаров, появился цивилизованный способ. Проблема была, да, куда деть животное после этого. Животное становится членами семьи. И даже в равных отношениях с людьми, они с нами и мы с ними. То есть кто держал животное, он знает, о чем идет речь. Поэтому такой печальный момент. Ну, хочется, наверное, каждому как-то, особенно своего любимца, проводить, можно сказать, последний путь. Услуга по кремации не бесплатна. Минимальная сумма 600 рублей и до бесконечности. Все зависит от предпочтений владельца животного. За индивидуальное прощание или определенную урну придется заплатить больше. Динара Дусалиева, Алексей Чудин. Новости. Телеобъектив. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова